Всем салют, друзья! С вами я, Метатрон. Сегодня мы поговорим на такую замечательную тему, как плагиат. А почему про неё? Ну, накипело перед Новым Годом у народа. И давайте рассмотрим, что и к чему. Крайние пару месяцев ко мне почему-то начали обращаться люди, у которых контент на YouTube, то есть их не ролики, их не какие-то реализации, просто-напросто берутся более известными YouTuber'ами с более большим количеством подписчиков, берутся нагло, копируются полностью, практически без малейших изменений и выдаются за своё видео. То есть либо текст копируется, либо основное направление полностью. Ну, то есть ясно и понятно, что это видео снято после просмотра вот видео человека, который снял, потом у него эту всю идею вытащили, скопировали полностью и рассказывают, показывают. Примеры приводить, я думаю, не стоит, потому что захотят эти люди отпишутся сами. Многих из них запугивают, многие говорят, да, ну и ладно, не буду я возиться. Ну, часть приходит почему-то ко мне, говорят, чёрт возьми, Метатроныч, а что за дела? Я говорю, ну, друзья, так это же YouTube, они же что хотят, то и делают, это же интернет. Вас будут воровать ваш контент и с этим можно бороться только уникальностью собственного контента. И здесь есть несколько таких, ну, можно сказать, что известных в узких кругах ютюберов, которые практически этим и живут, то, что заимствуют полностью все идеи, касательно даже каких-то мелочей у других различных ютюберов. Вот, и сегодня пойдёт речь, не зря я открыл вот мой сайт, не зря, не зря. И вот вы видите задний вот этот фон, паттерн, который состоит из мелких ярлычков. Это не какая-то новомодная идея, но тем не менее, в нашем комьюнити мужских увлечений, ножи, автомобиль, радиостанции, фонари и так далее, применил, по сути, я на своём сайте. И вот, представляете себе, прекрасным таким вечером попивая горячее лекарство с корицей, мне приходит письмо, в котором от моего зрителя, тоже ютюбера, в котором он говорит, а вот, слушай, тут, говорит, один гарный хлопец сделал просто вот как у тебя паттерн, ну, стырил, ну, явно, ясно, что откуда это взято, больше он увидеть это нигде не мог, а сам догадаться тоже не мог, тем более, за ним замечено было неоднократно такое плагиатство стопроцентное. Вот. И приводится линк, я захожу, и действительно, что я вижу, это оформление G+, и частично оформление канала просто-напросто вот стырена. Идейка вот с моего паттерна. Да, товарищи, я, конечно, не могу сказать, что это за ютюбер, потому что это там права нарушить какие-то там ютубы и так далее, но я могу намекнуть, что цей гарный хлопец, очень всем полюбившийся таки, все-таки не такой уж честный и хороший человек, как он хочет себя показать. Конечно же, я думаю, что если он когда-нибудь будет отвечать на что-то подобное, кто-то его спросит, он скажет, да вы шо, это-то я сам все придумав, увидев, да то-хто, что-то миллион таких делается, да не, я сам все придумал. Они обычно так и отвечают. Кстати. Но отсутствие творческой жилки не мешает им иметь каких-то подписчиков, которые ведутся на вот это все, думая, что он придумал это сам. Есть и другой гарный хлопец, который очень любит тушенку, который тоже все наглым образом тащит, 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 тащит. И что с этим поделать? Да ничего не поделать, друзья. Пускай тащат. Они тащат просто потому, что иначе не умеют. Они умеют только что-то украсть, выдать за свое и все. И радоваться этому, убедить себя в том, что они чем-то уникальны или сами, может быть, это придумали. В общем, им все равно. Бороться с этим тоже как-то особо нельзя. И вот это видео я снимаю для того, чтобы объяснить вот всем, кто мне пишет, что у него украли идею тот-то, у того тот-то. Да, они будут это красть, будут воровать. И ну это же интернет, попробуй ты ему запрети что-то. Он же скажет, да шо-то я так вот то увидел, то и оно так вот то само, то я сам там, то так все делают. Ну и прочее, прочее. И бороться с этим да не стоит. Я на самом деле, по сути, получается, являюсь законодателем моды русскоговорящего ютьюба, мужских увлечений. Что, конечно же, накладывает на меня какую-то серьезную ответственность. Я стараюсь сделать те же всякие вот паттерны более такими интересными, чтобы народ как-то реагировал адекватнее. И мне постоянно с каждым разом, когда я создаю что-то новое, мне интересно, как быстро успеют сплагиатить это. И ну вот, когда быстрее, когда медленнее, но продолжается. Поэтому, уважаемые зрители моего канала, те из вас, у кого ваши видео, ваши идеи воровались всякими известными ютьюберами, после чего вы пытались там что-то доказать, а они приходили с полным неадекватом, мы лили на вас там грязь и так далее. Не обращайте на них внимания. Либо, если обращаете внимание, то поднимайте к этому общественность. Чтобы уже все видели, кто есть кто. И все, вам бояться нечего, если правда за вами. Метатрон, к примеру, поступает всегда именно так. Поэтому, если хотите, можете бороться. Но это борьба, по сути, с ветряными мельницами. Не стоит как-то обижаться на них. Ну, просто у человека нищенство души, нет фантазии. Понимаете? Вот он ограничен. Ограниченные люди, это, по сути, инвалиды. Ну, над инвалидами смеяться же мы не будем. Зачем же смеяться над вот этими вот ворующими контент, ворующими идеи. Это тоже, по сути, инвалиды. Может быть, умственные, да? Может быть, еще какие-то. Ну, либо смиритесь с этим и не обращайте внимания. Вот. Либо как-то боритесь. Ну, я вот посмотрел, попробовал и увидел то, что это бесполезно. Во-первых, эти люди неадекватные. Во-вторых, они угрожают, что смешно. А угрожают по-всякому, вплоть до физической расправы. Ха-ха-ха-ха. Вот. Плюс, льют какую-то грязь. Выдумывают различные мифы. Троллят. У них куча аккаунтов. Они с под разных аккаунтов будут заходить и писать сами себе различные комментарии. Какие они там молодцы. Там, поддерживать диалог. Понимаете, что с ними бороться бесполезно. Это, ну, паразитический организм, который засохнет и сам отвалится. Не стоит вот переживать. Не стоит писать мне, что, ну, как же так, как они могли. Да, они могли. Будут это делать постоянно. Вот. И меня постоянно копируют. Копируют поведение. Копируют обзоры. Копируют даже паттерны. То есть, все, что видят, они все пытаются себе утащить в норку, так сказать. Поэтому, вот, еще раз скажу. Успокойтесь. Не переживайте насчет них. Хотите бороться с ними? Боритесь. Но смысла в этом не будет. Вы их не измените никак. Народ, который их смотрит, вы тоже не измените. Потому что народ сам выбрал, что ему смотреть. Ну, и от этого вы можете сами посудить их умственное развитие. Если им такое нравится смотреть, пускай смотрит такое. Свобода же, правильно? Вот. Поэтому не пытайтесь изменить их. Как-то что-то там им доказать. Это моя вам такая рекомендация небольшая, дружественная. Лучше просто забейте болт, махните рукой и радуйтесь. Вас копируют, понимаете? То есть, вы создаете. А они просто это воруют, копируют, подражают. Порой бездумно и не понимая, что они делают. Но, тем не менее. На этом, я думаю, все, друзья. С наступающим вас Новым Годом. Не заморачивайтесь по таким пустякам. Но если уж кто-то хочет писать мне и возмущаться, чтобы я его поддержал как-то, либо подсказал, что делать, конечно, пишите. Но мой вам совет. Просто кладите болт. Просто-напросто это, я же говорю, это не лечится. Это болезнь над больными людьми, которые это все воруют, смеяться глупо. Лучше присоединяйтесь в клуб мужских увлечений, где стоят настоящие мужчины, которые отвечают за свои слова, которые не воруют контенты у других, делают все сами, умеют признавать свои ошибки, исправлять их и так далее. То есть, не зря он был создан. Как вы видите, такие находятся люди. И это хорошо. Ну, на этом все точно тогда уж. С вами был я, Метатрон. До скорых встреч. Пока-пока. Да, еще совсем забыл. Пока что еще не начали копировать, либо начали, я об этом еще не знаю. Мою фишку одобрения. Большой палец вверх. Но я думаю, скоро вы увидите ее все-таки на других каналах, потому что эти, ну, скажем так, ограниченные люди своего что-то придумать, навряд ли смогут. Поэтому скопируют вот этот, вот эту фишечку, скорее всего, у меня. Поэтому кладите на них болт, потому что не они, а вы задаете темп, вы создаете новый контент, а они просто его воруют. Кто нагло врет и ворует, что видит? Или туха? Кто плагиатит? Конкретно на ютубе. Как у левичка. Субтитры сделал DimaTorzok